Микс Ньюз. Life is good. Люблю. Life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждую среду в 10.00 мы говорим вам «Люблю» в нашей новой передаче «Люблю Лайф». Life is good. На Радио Болтком. И еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа с журналом «Люблю» и на Абина... Доброе утро, доброе утро, Олег. Доброе утро всем. Ну и сегодня мы поговорим как действительно об тех темах, проблемах, которые затрагиваются в журнале, так и вот с очень интересным гостем сегодня мы поговорим, может быть, действительно о состоянии людей, наверное, которые... Очень важный на самом деле разговор о том, что происходит с человеком, с людьми, которые находятся в закрытом пространстве, которые самоизолированы, заперты, сидят на карантине, работают из дома или временно не работают. Но одним словом, каким-то образом ведут очень сильно другой образ жизни. Вот так скажем. Что с ними происходит, с чем они сталкиваются, какие чувства у них поднимаются и что им с этим всем делать. И мы решили обратиться к профессионалу со всеми этими вопросами, за помощью. У нас сегодня в гостях дорогой Артур Домбровский, руководитель Рижского гештальт-института, доктор наул, гештальт-терапевт. Список огромен всех статусов. Привет, Артур. Привет. Здравствуйте. Добрый, добрый. Денис, скажите, вот как меняется жизнь в том числе? И я же понимаю, что сейчас, очевидно, приём осуществляется тоже удалённо, наверное. Здесь тоже какие-то изменения происходят? Ну, конечно, в основном удалённо через всякие зумы и скайпы. Так что многие клиенты, конечно, таким образом теперь продолжают свою терапию, ибо терапия – это дело такое длинное, если связано с личностным хвостом, с исследованием. Это так надолго, но и ритмы, и постоянства в этом деле важны. Так что просто новые такие технологии, новые возможности. Или, вернее, старые возможности, наконец-то, теперь оживлённые и используемые. Что самое, наверное, главное для людей, какой-то вызов или сложный для того, чтобы, ну, когда они оказываются на карантине, оказываются в самоизоляции, это вот с каким главным вызовом им приходится? Я бы сказал, что какого-то вот прямо особого такого стресса и какой-то такой прямо паники и какого-то вызова нету, нет такой какой-то особой темы. О, Боже, я на карантине, я тут в одиночестве умираю. Я бы сказал, такой темы нету прямо. Люди, мои клиенты и с коллегами, с которыми я разговариваю, вполне адекватно относятся к ситуации, да, несколько грустно, потому что какие-то планы посыпались. Ну, как-то, ну, так, чтобы было бы какое-то ощущение паники и катастрофы, нету. Хотя такая психологическая динамика чуть-чуть изменилась. А в какую сторону? То, что оказалось проблемой, перестало быть проблемой на фоне происходящих событий. Скажи, пожалуйста, а изменились ли состояния, ну, вот, скажем, твоих клиентов, или вот ты говоришь, с коллегами рассказываю, именно в свете того, что меняются условия жизни. Ну, вот, все дети остались дома, муж с женой постоянно остались дома. Ну, вот мы довольно часто говорим об этом. И в наших женских группах на форуме, на портале журнальном тоже вот очень многие обсуждают то, что изменились внешние обстоятельства. И скажи, пожалуйста, наверное, это либо привело уже к внутренним изменениям, либо приведет в ближайшее время. Вот есть ли какая-то динамика, что ты видишь как профессионал вот в этом? Я сказал, что это привело к изменениям, потому что в Латвии вообще у нас так лайтовые варианты, прямо так, нас не заперли буквально. Можно выйти куплять, вернуться, как-то это не запрещено, и как-то там соблюдают всякие меры. Можно в магазин зайти, можно в супермаркет поехать, себе вернуться. То есть как бы нету такого вот, что люди под ключом дома забили дверь, конечно, ну, самые тревожные, может быть, самоизолировались так с перебором. В общем-то, какого-то такого сурового душевного изменения я не обнаружил. Есть настороженность, есть внимательность, есть попытка очень активно думающих людей разобраться в ситуации, потому что она точно неоднозначная и не плоская, а многослойная. Я думаю, время нам ещё покажет вообще, что-то такое происходит на самом деле, я бы сказал так. Поэтому, так думаю, ещё люди пытаются разобраться, кто не очень думает, просто стараются как-то себя сберечь. Но вот такое настороженное, внимательное наблюдение за ситуацией, не катастрофический какой-то надлом. Если в смысле того, что в будущем, ну, многое зависит от экспозиции, то есть как долго, если ещё месяц-другой, я думаю, что не сильно что-то поменяется. Если год-другой, ну, тогда, конечно, да, тогда, конечно, сильно будут изменения психического статуса. У некоторых людей появляются даже, ну, я бы сказал, такие параноидальные мысли о том, что это всё вот, это же неспроста, как вот говорил Винни-Поум, что вот мировое правительство пытается склонить людей к тому, чтобы, значит, все чипировались и пытаются, значит, вот теневое мировое правительство как кукловод дёргает за ниточки, и всё это организовано специально. Вот нет ли таких вот людей среди? Ну, нет, ну, среди моих клиентов, в моём таком окружении коллег, с которыми общаюсь, и друзей, таких прямо вот таких аккалиптических идей и теории заговора, что прямо мировое правительство, ну, как-то мировое правительство – это достаточно смешная идея, потому что как, где, в каком подвале они там сидят, как всё планируют, и кто какое-то имеет отношение к менеджменту, ну, как-то понимают, что технически это, в общем-то, не сильно вообще возможно сорганизовать, ну, как-то такая абсурдная идея. Вот, но попытка разобраться, что это такое, в смысле вторичных эффектов, как экономика пользуется ситуацией, как в политике это отражается, как из этого там кто-то что-то пытается поиметь. Ну, вот в этом смысле люди, конечно, думают, это такая параноидальный налёт в этом есть, в смысле чипирование, ну, кто его знает, я не уверен, что это прямо тоже возможно, хотя, в общем-то, в истории части были такие события, которые казались абсурдными, а вдруг они происходили. Ну, я сомневаюсь, что чипирование прямо такое. У нас и так, что надо чипировать? У нас всех мобильные телефоны, уже всех чипы с собой. Всё уже есть. Да, вот именно. Мы все под колпаком, как говорится. У них по два, по два чипа прямо в кармане. Там не надо чипировать, уже всё, уже всё. В туалет не можно сходить без мобильного телефона. Кстати. Ну, это чипировано, уже нету проблем, уже всё, задача уже решена. Если кто хотел чипироваться, айфоны, самсунги, ура, всё уже случилось. А, кстати, да, вот тоже наблюдение любопытное. Причём вот больше всего о всемирном заговоре, о чипировании и вот об этих ужасах люди говорят в социальных сетях. То есть там, где они сидят сутками как раз-таки, с удовольствием всё это вот перетирают, перемалывают. И причём, вот как ты говоришь, в любой момент, ну, когда не откроешь любую социальную сеть, там, Facebook, Instagram, там, я не знаю, Telegram, всё что угодно, ну, пожалуйста, все сидят, все обсуждают. Ну, только, собственно говоря, вот они и прибиты туда, пришли, и приходи, считай всех по именам. Бигдат, уже всё обсчитывает, уже прогнозы поведения, всё уже случилось. Так что все, кто боятся чипирования, уже чипированы. Так, ну что, Артур, в ближайшем будущем мы будем иметь дело, я так понимаю, не только друг с другом, но и с некими структурами, давайте будем прямо говорить, некие роботы или системы, которые, ну, входят с нами в общение, в какое-то, ну, я не буду сейчас говорить о восстании машин, но тем не менее. И ладно, там безобидный робот-пылесос ползает, пол пылесосит, но ведь есть намного более умные системы, как ты говоришь, которые обсчитывают, в том числе наше поведение, и влияют на наши выборы, правильно? Конечно. Да. Ну, это открытая информация, известная, и сама эта информация о том, что она открытая и известная, уже является влиянием. В смысле, все является влиянием, и, так сказать, секреты раскрыты тоже являются влиянием. То есть, вот, говорили о чипах, это влияет уже, хотя чипов, да, помимо никаких нету, но идея-то уже есть в головах, вот оно уже и произошло все. Кстати, действительно, вот такой-то Артур просто сказал об этом, и я думаю, а на самом деле, а чего этого бояться? Наверное, если об этом уже в открытую говорят, ну, так не бывает дыма без огня? Ну, правильно? Что-то такое? Да, если, ну, например, параллельно, потому что есть, ну, как бы, два слоя такого бытия, и есть физический, физиологический слой, например, вирус, а есть психологический слой, который метафоричен, и который пользуется, скорее, такой аллегориями. И если вот вирус, ну, как бы, вот этот физический вирус там как-то живёт, заражает кого-то, кто-то болеет, кто-то нет, то мы также можем говорить о психологическом вирусе, который, конечно, это метафора, нету никакого носителя психологического, это мысль, идея, это слова в голове, там нейронные связи, но метафорически можно говорить о том, что пандемия такой психологической, вирусности, она как раз-таки развивается, может, даже сильно больше, более быстрыми темпами. Сколько народу от этого погибнет? Ну, думаю, что можно сделать такую математику, посмотреть, сколько вот от параноидальности народу, как меняется поведение, и каким это последствием ведёт, теоретически можно вывести коэффициент деструктивного какого-то поведения, и даже гибели людей на основании заражённости различными идеями, не только там вот страх перед коронавирусом, ещё всяким другим. Думаю, что там тоже есть своя смертность, и она может даже быть и повыше, чем с физиологических причин. Ну, наверное, страхи ведь у многих людей связаны не только с самим вирусом, хотя здесь, ну, вот это отдельная тема, но и с его экономическими последствиями, потому что очень многие люди сейчас находятся в таком депрессивном, тревожном состоянии из-за того, что они видят, как массово происходит увольнение, закрываются предприятия, пытаются каким-то образом там предприниматели минимизировать свои вот убытки. И вот здесь вот можно ли говорить о том, что вот эта вот великая депрессия, которую нас пытаются пугать, она тоже влияет на вот общее такое тревожное состояние людей? Ну, великая депрессия, та, которая великая депрессия всё-таки 20-30-х годов, с которой сравнивают сейчас, мне кажется, не очень корректное сравнение, мир совершенно другой, ну, тогда не было никакой, ну, какая-то там была минимальная социальная помощь, поддержка, и государственные механизмы какие-то были, но, в общем-то, они, конечно, в разы, в десятки раз были слабее, хуже, и мы сейчас живём в достаточно таком социалистическом обществе западном, и оно настроено очень сильно на помощь людям, в этом смысле, конечно, социальной поддержки, даже в нашей стране, которая не сильно там богата, даже здесь, в общем-то, как-то это всё функционирует, и есть, ну, как бы, с морящим сравнивать, потому что, как моя знакомая, там не Сирия, да, есть ещё и Сирия, есть Африка, где вообще ничего близко такого, нет даже как-то. Вот, поэтому, страх людей, вот то, что из разговоров, из клиентских разговоров с коллегами, больше связано не столько там с голодом и со смертью, собственно, чего было в 50-е годы, там как-то, сколько с потерям привычного качества жизни, мы привыкли там как-то путешествовать, привыкли раз, два раза в год, а то и поболее, как одежду менять, так регулярно, еда какого-то определённого качества, квартиры, и этот до голода, конечно, так, ну, можно всё организовать, так, что быстро оно придёт, ну, в общем, далековато, вот, а вот то, что привычный образ жизни сыпется, и, опять-таки же, цитаты из клиентских текстов, это катастрофа, моя жизнь рухнула, ну, так посмотришь, жизнь как-то так не рухнула совсем, и одежда, и еда, и перспективы там в карьере какие-то в будущем есть, и можно переключиться на другой вид деятельности, но для человека рухнула его привычная комфортная жизнь, и это вызывает, конечно, достаточно сильный стресс людей, которые привязаны к некоторым таким уютным формам, к обещанным, они много вложились для того, чтобы этот комфорт для себя создавать, и тут этот комфорт может начать посыпаться, начать сыпаться, это, да, это вызывает и страх, и тревогу, и даже панику, и слёзы, и всякое такое, тут, да, тут, как бы, сам травмирующий фактор, не то, чтобы прямо катастрофичный, но субъективно переживается, как очень серьёзно, это имеет место. А если вот говорить про человека, который, ну, действительно, строит вот планы на будущее, и сейчас вот он не может быть ни в чём не уверен. Все говорят о том, что, ну, вот такая японская модель, где там человек лоялен корпорацией, он знает, что он всю свою жизнь проработает в одном месте, что он будет подниматься, карьера его там будет спланирована, через 10 лет он станет начальником отдела, через 10 лет ещё там какая-нибудь, а сейчас вот все говорят о том, что эта вот модель, она рухнула, и люди должны быть готовы к тому, что они не то, что будут менять там место работы часто, но будут менять и свою профессию. Вот сегодня ты работаешь, не знаю, условно говоря, в какой-то сфере, а завтра она полностью рухнула, она больше не существует, и нужно тебе менять профессию. Вот это... А ты уже взрослый. Да, ты уже вроде бы, кажется, что не 16 лет. Да, 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 и у тебя уже, ну, какой-то, вот как ты говоришь, образ жизни, есть какие-то привычные, ну, механизмы взаимодействия с миром, ты профессионал отрасли, и в один день закончилась отрасль. Вот как вот с этим? Смотрите, ну, есть какие-то такие аксиомы развития общества и эволюции, и аксиматическая такая штука, что мир непостоянен. В принципе, постоянство, это невозможно, это утопия. Его никогда не было и на перспективу. Никогда не было. И, ну, вот, присутствующие здесь, мы с вами пережили уже, наверное, ну, две, три формации. Мы, да. Мы все тут, да. Да, как-то так и ничего. И есть некоторые, ну, закономерности развития там общества, что много описано философами, культурологами, социологами, что скорости социальных как бы событий, они уплотняются. Пауза между одним каким-то экстримом и другим, оно становится короче. Да. И там, раньше там, между какими-нибудь событиями, не знаю, там, к строительствам пирамиды, там, рождением Христа, там, пару тысяч лет прошло. А сейчас между одним каким-то похожим событием с другим проходит там три-четыре года. Мы еще все помним девяностое, а нам уже на тебе вирус. Что там, советские, каких-то 70 несчастных лет, это даже для истории вообще ничего не значит. Фу. Ну да. Но огромная вообще, тысячелетиями Римская империя, Египет жили, 70 лет вообще не о чем говорили. Все уплотняется, поэтому шаг между событиями стал короче. Конечно, нам, я думаю, еще на перспекте, нам еще предстоит пережить еще таких коронавирусов, все непонятно, чего, социальная информация, еще штуки три-четыре до конца нашей жизни всем присутствующим. Думаю, прямо вот гадалки не ходи, гарантировать можно точно. То есть, не будет стабильности, в этом смысле некая такая иллюзия, что вот мы выстроили стабильную жизнь, навсегда так нет. Так не будет. И профессии, которые меняются с огромной скоростью, ну вот все какие-нибудь там сейчас компьютерщики, сисадмины, если они родились там в каком-нибудь 70-м дадут, кем они хотели тогда быть? Космонавтами, врачами, слова такого не было, сисадмин. Звучит-то неприлично-то вроде как. Да, на самом деле. Они еще в угол поставят на месяц. А сейчас, естественно, конечно, новые профессии будут. И опять-таки исследования показывают без этого коронавируса, что профессии умирают. Многие заменяются. К этому надо быть готовым сразу. Мир не будет такой, какой он сейчас. И не потому, что коронавирус, а потому, что без него он не будет такой. Это стресс. Может быть, наши психические возможности не такие оперативные, как изменения обстоятельств. Мы более вязкие, мы как бы эволюционно созданы для более стабильных условий среды. А тут все прямо вот так. Да, это стресс, да, и, соответственно, возможно, новая популяция людей, которые более адаптивны будут к этому показываться в авангарде адаптации и лучше приспособиться. Кто не приспособится, это грустная история, надеюсь, любимые близкие и государство по мере своих возможностей может как-то поможет тем, кто не сможет адаптироваться, но скорее не поможет. Ну, то есть это получается как лишние люди вот из классики, русской классики, да? Да, в 19 веке были такие лишние люди, которые не встроились, не были, может быть, столь динамичны, столь гибкие, вот как ты говоришь, пластичны. И в наше время, вот, да, видимо, мы тоже будем наблюдать, таких людей их будет немало. да, да, то есть прямо точно. Что делать? Да, подожди, не уходи. Я предвижу, так это уже это происходит, это уже сейчас происходит. Даже вот в области психотерапии, в которой работаю, там, пару лет назад, прямо такие страстные разговоры о том, что психотерапия в интернете, вообще интернет это зло, никакой психотерапии запретить вообще психотерапевту подходить к скайпу близко, это нельзя, это вообще, эти же люди прямо сейчас сами в интернете по уши и прямо пишут директивы Европейской Ассоциации Психотерапии о том, как надо работать в интернете. Эти же люди, которые прямо нам запрещали ковыряться в носу. А можно вспомнить, если говорить о религии, то, в принципе, вот насколько настороженно относились к интернету и тоже называли там злом и щадем ада, а сейчас, простите, уже и удаленно, по-моему, и русский православ... Я это освещаю, по-моему, уже, слушайте, простите, ребята, пожалуйста. Смечку можно удаленно зажечь и причастие получить, все нормально. Но есть коллеги, которые не могут адаптироваться к этому, есть коллеги, которым трудно, они не могут в этом зуме разобраться, в этих кнопочках, они не могут контакт строить, потому что они более ригидные в силу своей... Они очень хорошие специалисты, очень прям high-level class, прямо люкс. Но не могут, и все. И, соответственно, конечно, в этих условиях, когда в интернете на работе, они не могут работать, они отказывают клиентам, они против. Они не то чтобы в депрессии, они же психотерапевты, они как-то умеют там обходиться с собой. Но все равно трудно очень. И, возможно, какая-то часть в профессии практикующих психотерапевтов, или психологов, они, может быть, окажутся не у дела и не будут в этой профессии, потому что не смогут как-то использовать это. Коронавирус-то все равно не навсегда. Понятно, что мы вернемся к оффлайну в конце концов, но тревога останется, что вот может вот в один день вот так вот так все случится. А те, кто уже сейчас вообще постится и ведут всякие вебинары, они, конечно, в авангарде адаптации. Ну, если интернет, конечно, не отключится. Если еще такая ропация, да. Артур, мы и так тут все сидим запуганы. Ладно, ты уж апокалипсис не обрисовывай, но как жить-то без интернета, товарищи? А у нас звонок. Обязательно. Его должны отключить по всей логике событий. Потому что мир, если посмотреть, ну, мое, как бы предположение этого тренда такого, все двигается к усилению контроля. И каждая новая акция создает механизм контроля, который как бы призван улучшить, справиться с кризисом. Кризис проходит, а инструменты контроля остаются. И там никто, кто помнит, как банковская система стала прозрачной? Мы уже боролись с терроризмом, да, с терроризмом уже никто не борется. А банковская система осталась прозрачная. Все, а где террористы? Уже все, забыли уже слово этого, что-то недавно не слышали. Тут тоже самое, что мы контролируем, всем мерить температуру. Ой, у нас звонок. Да, у нас есть звонок. Здравствуйте, да, пожалуйста. Здрасте. Можно теоретически человека угрозами довести до инсульта, инфаркта? Возможно ли такое событие при производственных отношениях, то есть между начальником и подчиненным? И можете рассказать про посттравматический стресс? Что это такое и почему у нас его и применяют? Спасибо. Артур? Ну, довести до инфаркта, до инсульта можно людей, у которых есть сложности и заболевания среди, присутствия системы. Все-таки здорового человека довести до инфаркта, это как-то, даже если очень стараться, не сильно получится. То есть это должна быть все-таки какая-то предрасположенность, атеросклероз, ну, то есть это должно быть уже готово тогда, конечно, повышение давления. И там может привести, потому что стресс приводит к повышению давления и там какие-то инсультики, дела могут быть ослаблены сосуды. Ну, то есть, но так, чтобы довести, конечно, нельзя. Ну, это как-то, то есть, в этом смысле, человек предрасположенного к этим заболеваниям заведет что угодно, а специально довести, ну, нет. У меня, да, у меня вот был вопрос продолжения как раз вот тема отключения интернета. Ой, подождите, а еще слушатель спрашивает про посттравматический синдром, что это такое, о нем сейчас много говорят. Можешь, Артур, в паре слов буквально людям объяснить, что это за явление и что с ним делают? Такое, скажем, эхо после стресса, и это эхо характеризуется там рядом признаком повышенной тревожностью, нарушением таких психофизиологических процессов, нарушения сна, нарушения эмоциональной сферы, отношения с людьми нарушаются, то есть, как бы, организм входит в состояние такой боевой готовности после стресса, готовности к следующему стрессу. И стресса как бы нет, война как бы закончилась, а я продолжаю бегать с автоматом и готов к новому нападению. В этом смысле различные признаки, происходящие внутри меня, в моем каком-то внутреннем мире, во внешнем мире, я начинаю распознавать как намеки на угрозу, на опасность. Ну и, соответственно, а поскольку реально того, в общем-то, опасности уже нету, то есть, полстресса, стресс пошел, я становлюсь неадекватным той объективной реальности, в которой нахожусь. И, ну, там там написаны диссертации об этом, это как бы эхо после стресса, я веду себя так, как будто бы война продолжается, а войны как бы уже нету. А хотя мои ресурсы исчерпаны уже для ведения войны, я продолжаю там как-то находиться в боевой готовности к нападению. Ну, примерно, это очень коротко, что все там, конечно, сложно, и как-то так. Спасибо. Да, ну вот говоря про отключение интернета, мы настолько начинаем вот привыкать к тому, что интернет становится какой-то, не знаю, хранилищем знаний, то есть, вот люди предпочитают хранить здесь и свои, ну, практически все свое прошлое, социальную память. Вот не может ли случиться так, я в свое время просто писал диссертацию вот как раз про архивы, архивное дело, что архивы как социальная память вот в какой-то момент к ним полностью был ограничен доступ в 30-е годы, и тогда вот, в принципе, вот была возможность Сталину объявить людей, которые как бы делали революцию, то есть там Троцкого объявить там злейшим врагом революции, то есть вроде с одной стороны у людей еще кто-то был жив, кого еще не успели расстрелять, но большинство было уверено, потому что выросло новое поколение, которое уже не помнило этих... А, то есть они походу переписали все. Они переписали всю историю, то есть те, кто... Приживых людей. Практически приживых людей, но ты никуда не мог пойти доказать, там старые газеты боялись сохранить, потому что тебя могли за это расстрелять. Вот если отключится интернет, можно ли тогда переписывать историю, условно говоря, вкладывать, ну, любые какие-то вещи в головы людям, которых просто нет уже навыков разучиться, ведь люди ходить в библиотеки, читать книги, то есть все. Уже разучились. Ребята, да, уже разучились. Как можно сейчас говорить, обнулиться все. Они как разучились, так и научатся заново, ну, собственно, все там, изучились и научились опять. Это одна история. Вторая, конечно же, любое хранение информации внешне создает сложности с обработкой информации такой внутри, психологической. Наверняка, лучше знаете, как имеющие отношения к филологии, но есть такая кем-то высказанная из филолога фраза, что когда появилась письменность, пропала память. Да, 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 да. Раньше это из уст в уста, из устное творчество. Вот, да, да. Какие-нибудь сказали, ой, это какой-то песниры, даже до сих пор сейчас в Индии в ведической культуре, у них до сих пор в традиции обучения жрецов, они учат веды, а это тома, наизусть. И они знают их наизусть. Так, как это учили там 3-4 тысячи лет назад. Они помнят тонны текстов наизусть по местам. Это вот, кто-то такое способен на нынешнее время. Тут телефон не может запомнить, а раньше помнят, сколько, наверняка, вы помните, сколько телефонов вы помнили. Кстати, ты прав, точно, да. А сейчас, правда, свой номер телефона. Свой, да. Действительно. Но это ресурсы психические, которые не заснули, но они не умерли. Достаточно выключить эту внешнюю память, и внутренняя память потихонечку оживёт и как-то запустится. Потом, ну, история — это всегда всё-таки интерпретация, и поэтому существует историческая наука, которая бесконечно интерпретирует, интерпретирует, и это под разным углом, и создаёт с одной стороны огромное поле для манипуляции, всегда можно. Ты не знаю, это делал не только Сталин, это и имляне делали, и египтяне это делали, народу подавали историю в нужном свете. Для этого были там наскальные какие-то росписи, и там вот вождь побеждает всех, а он там вообще никого ни разу не побеждал. Но побеждает, так надо было. Все знали, что он побеждает. Поэтому ничего нового в этом смысле не происходит, просто оно более глобальная масса, думающие люди, а их всегда меньшинство, они всё-таки, ну как бы даже при отсутствии информации, потому что по косвенным признакам всё равно очень много можно разобраться, и можно сференцировать фейковую информацию, это не фейковая, она определённым образом маркирована, и её можно как бы распознавать. Ну а недупущие люди, даже доступ к информации в этом смысле не сильно помогает, им что-то не напишешь, они всё равно всему верят, и разобраться-то не могут. Ну даже с коронавирусом, например, вот сейчас наконец-то проснулись, потому что умерло столько-то людей, умерло столько-то людей. Все, у кого выше образование, кто учили статистику, а статистика – это не просто сумма и выведенная средняя, это сложные алгоритмы. А сколько умерло, от чего именно умерло, какой последовательный, выборка прошлого года, какие сравнительные группы другие умерли, а сколько в это время умерло от СПИДа, сколько в это время умерло от, не знаю, ТИФа, от голода, сравним цифры, и наконец-то эти цифры достоверно начинают появляться, и видно, что, в общем, смертность, например, никакая, не такая запредельная, как в прошлом году, ровно такая же. Но тем не менее, если, например, крупным планом показать дохлую мышь и снизу написать, до чего довели страну, то кажется, что все умерли. Да, на самом деле, так и есть. Но, как ты правильно, Артур, говоришь, умные думают, анализируются, поставляют, всякие другие разные пользуются тем, что им рассказывают. Разговариваем мы все сейчас на радио, мы все специалисты, и на самом-то деле, что происходит? Есть СМИ, в которых работают профессионалы, которые пытаются докапываться до истины, и общаются с такими же профессионалами из разных любых других областей, да? Есть люди, которые с удовольствием пользуются интернетом, в котором одна баба сказала. Ну, собственно говоря, информация очень разная, и источники, которыми люди, из которых питаются, пользуются, они тоже разные. С этим ничего не поделаешь. Ну, в любом случае, опять-таки же, думание, это значит сложный взвешенный анализ всего объема информации, потому что СМИ, СМИ тоже рознь. У меня, например, много претензий к вашим коллегам на Евроньюз, уважаемый канал. Ну-ка, ну-ка. Каждое утро мне умерло столько-то человек, вечером умерло столько-то человек, умерло. Ни одной позитивной новости, прямо морг какой-то вокруг. Ребята, вы же профессионалы, что вы творите вообще? Вас под суд отдать на создание поведенческих? А сколько выздоровело? Каждый день. В Англии умерло 700 человек. Прямо каждое утро мне это в мозг вкачивают. Это профессионалы. При этом в интернете, где бабка сказала, я нахожусь на позитивных вещах. Ты умеешь видеть. Эти бабки как-то сильно более внятны, чем Евроньюз, который типа профессионал. Евроньюз явно тенденциозен в какую-то вот свою такую нишу создания панического. И тут снова возникает вопрос. А кто может быть заказчик этого банкета? Ну да, стоит за этим. Например? Кому выгодно? Ну, тут, думаю, что помимо теории заговора мирового правительства, которое заказало, есть еще же как линии возможных развития событий. Ну, во-первых, никто не отменял просто глупость. И я не помню, к сожалению, как называется. Вот в науке, такое естественно научное, есть понятие лезвия окама. То есть, если есть разное количество объяснений, то самое простое объяснение скорее всего будет верным. Такое же есть в социологии, что если есть разное количество объяснений, то глупость скорее всего будет наиболее верным. И думаю, что глупости не заговор, а просто вот глупости. В самом примитивном смысле слова. Этого много. То есть люди просто глупые и делают глупые вещи. Не потому, что они как заговор делали, а потому, что они просто глупые. Это никто не отменял Это, скорее всего, самое верное решение Поэтому я думаю, что глупости прямо много И никто их никуда не настрепил Просто глупые люди Это один показатель Второй, конечно, то, что в политике больше Когда возникает какое-то событие И сидели, думали, как бы нам это сделать А тут возникает событие, например, вирус И думаю, о, какая удачная история Из этого же мы можем что-то сделать Думаю, что на хвост с этим событием садятся Ну, все, кто из этого пытаются каким-то образом Как-то обойтись Не знаю, там была бы, например, ситуация Брексита Все, о ней больше никто не говорит Не знаю, воспользовались все Это же здорово, теперь же как-то Можно тему Брексита пройти как-то вот Без рифов Ну, как говорится, это вчерашняя новость Это неинтересно Сегодня же намного интереснее Вон сколько трупов, например Ну да В Сирии там воевали Прямо, прям ромбовая война Все, про Сирию вообще никто уже не помнит А почему продаются вот плохие новости Лучше всего Почему человек так устроен Плохим новостям Да, плохим новостям он гораздо больше Артур, скажи нам, пожалуйста, как психолог Почему плохие новости из СМИ так востребованы Вообще плохое лучше воспринимается, чем хорошее Парадокс, скажи Это же парадокс Объясни, пожалуйста Про закономерности таких психологических процессов Ну, например, вот Многие родители наверняка жалуются на своих детей Вот ему хорошего вот делаешь Он не помнит хорошего А вот чего-нибудь не так Он прямо заполнил это Вот игрушек ему там накупили Он прямо забыл об этом А какую-то игрушку не купили Он прямо истерику устраивает Да, кстати, да Это к теме незавершённых гештальтов Когда ситуация завершённая Она в нашем психическом пространстве Она заканчивается Она архивируется и уходит на полку Всё, она больше не нужна Ситуация закончена А незаконченная ситуация Она наше внимание концентрирует Потому что ситуация незакончена Она несёт Может быть, несёт опасность Может быть, несёт угрозу И поэтому мы на прерванных процессах Концентрируемся значительно больше Чем на процессах, которые гармонично окончены Они менее интересны Они как бы упакованы и всё И в архив положены И архивированы, и ушло А вот что-то сложное, напряжённое Оно вызывает больший наш интерес Это раз Два Уровень В силу нашей эволюции психики Она развивалась в ситуации Угрозы, опасности В джунглях, где-то, где вокруг хищники И когда я сижу на дереве Ем банановых хищников У меня никаких вокруг нет Я спокоен Ну всё хорошо Но наступает ночь Выключают свет И мозг начинает работать Чеактивно Потому что меня могут просто съесть Поэтому я начинаю анализировать Эту ситуацию К ней Пытаюсь адаптироваться Ситуация, когда недостаточной информации Когда непрозрачность А будущее в принципе непрозрачно У нас вызывает тревогу априорно Потому что мы так настроены и устроены Что если какой-то объём Не структурированный Мы не можем в нём сориентироваться Она вызывает тревогу Потом страх Потом ужас И мы, чтобы справиться С состоянием ужаса Мы начинаем Непонятное пространство Каким-то образом организовывать Мы пытаемся придать ему Какие-то смыслы и значения И поэтому мы больше концентрируемся На тёмных пространствах Неясны, мало информации Там люди умирают Прямо всё, самолёты перестали летать Всё ужасно И мы пытаемся как-то объяснить себе это Мы пытаемся объяснить Как-то вести концы-концами И если, например, мировое правительство Это же хорошее объяснение Сразу ставится всё на пол Логично, чёрт возьми Какие-то ребята сидят в каком-то бункере Злые люди, конечно Они очень нехорошие Лучше бы знать адрес этого бункера Потому что тогда мы можем Крестовым походом пойти туда Сразу хорошо и спокойно становится Сразу понятен враг А когда он невнятно Какой-то вирус эфемерный где-то летает Никто его не видел Как он выглядит Конечно, сейчас он опредметился Появилась такая логотипчик вируса Такая зелёненькая такая хринюшка Да-да-да Ёжик такой У Шрека эти ушки, по-моему, такие Да, вот такой С этого чуть полегче Визуализация какая-то Правда, да? Я сразу почему-то вспоминаю Советские СМИ Там действительно было, во-первых, всё понятно То есть мы идём к светлому будущему Да-да-да-да И включаешь И когда включаешь, вот, например, телевизор Там сразу же первая новость Рекордный урожай зерновых Собрали хлеборобы Узбекистана Да-да-да Сплошь только позитивные вот новости То есть вот как-то Хорошо, спокойно Хорошо, спокойно Спасибо за наше счастливое детство Да-да-да На работе грамота Звеньевой Пожал руку бригадиру Ну хорошо ведь Вот всё это как-то А кто там думает, что почему-то в этом году мы собрали В тоннах урожая Потом почему-то в пудах мы этот урожай собрали Потом почему-то в грузовиках Это лишняя информация, да В чём мы собрали этот урожай Рекордный урожай Там миллион пудов хлеба Пуды Это же 16 килограмм Это же надо как-то разобрать Почему пуды? А потом центнеры вдруг неожиданно Это никто не понимает Главное много Да, миллион это хорошо Это все понимают Миллион это хорошо У нас есть ещё один звонок Здравствуйте, доброе утро Пожалуйста, ваш вопрос Здравствуйте А как вы считаете Психические воздействия Такие как буллинг Стравлено от человека Может приводить к измерению создания И отрасли участкового мозга? Ну вот Это уж какие-то совсем специфические Не может Нет, не может Ну то есть, конечно Если мы создадим какие-то спецусловия Этого человека запрём И будем как-то сильно жёстко В него вкачивать Какую-то злобную информацию Ну как в фильме «Механический апельсин» Там такая есть сцена Да То, конечно, теоретически Можно психику как-то так Сдвинуть С точки Ну вот так, чтобы вот Все эти стрессовые воздействия Они не сами по себе патогенны Кстати, к вирусу Это тоже имеет примерно Такое же отношение А они патогены В той степени В какой степени Организм предрасположен Имеет уже какую-то там Не знаю Нарушенность И тогда на него влияют От вируса Насколько понимаю Умирают От вируса Нельзя умереть Вирус этого вообще Ничего Белок Какой-то там От последствий Соответственно, люди У которых там Осложнение с легочной системой С легочной системой Да, вирус Любой вирус Любой грипп Может их довести до могилы Собственно, как и стресс Боллинг Тоже может довести Неустойчивую психику подростка Но до какого-то Нехорошего состояния Потому что она уже неустойчива То есть она устойчива Нельзя его довести Потому что у него хватает Механина сопротивления Но, в принципе, живем В агрессивной среде То есть всегда так было Как бы у Фридс Берлес Такой основатель гистальтерапии У него такая фраза есть Красивая Прямо все объясняющая Окружающий мир Всегда имеет определенную степень Ядовитости Ну, это токсичность Токсичность Соответственно, кто предрасположен Кто-то погибнет Кто-то не предрасположен Кто-то выживет А вот есть вообще Такое тоже распространенное мнение Что молодое Вот нынешнее поколение Все-таки меньше Стрессоустойчиво Потому что, ну, условно говоря Их там Дедушки или прадедушки В войну Ну, там Семнадцатилетние ребята Кидались под танк С гранатами А сейчас Вот написали Обидный комментарий Там тебе Перед постом И человек впадает В депрессию Вот он бежит Сразу к врачу Говорит о том Что вот Его травят Он не может жить Ему тяжело Да Ну, это в каком-то смысле И мода И отчасти Сами психологи Раскачали эту лодку Такой инфантильности Что в каждом случае Надо прямо К психологу идти Я, например, не согласен Что психологи Должны решать все проблемы Это работа родителей И самостоятельно Прямо Не знаю Клиенты говорят Вот у меня Ребенок плохо спит Его надо отправить Психологу Ребенок плохо спит Это нормально Разберите дом Разговаривайте с ним Ну, это ваша работа Родительская Обижать психологу По каждому Почти Как бы Психология Последние Примерно Тридцать лет Даже, может, меньше Стала очень массовой То есть она стала Психологов много Выпустили Им же надо работать Они должны создавать Клиентуру Они должны создавать Тревогу Создавать мотив И те Обязательно К всем психологам И это, конечно, Создает такую тенденцию Может быть, чуть-чуть Что по каждому поводу Психолог Но на самом деле Огромное количество людей И большинство Самостоятельно Прекрасно справляется С этой ситуацией Да, конечно Экстримы такие Если мы берем Генеральную выборку Мы видим Не середину Генеральной выборки А мы видим периферию То есть те, кто Менее адаптивны И нам может показаться Что их большинство Но их меньшинство Большинство людей Вообще прекрасно Справляются с этим стрессом И от того, что они выросли Условно говоря В такой сытности Это не значит Что их адаптивные механизмы Нарушены Не дай бог Будет что-нибудь плохое Они справятся с этим И адаптивно Но мы будем видеть Самых истеричных Те, кто громче всего Кричать будут И нам будет казаться Что их как раз-таки Вот много А их не много Их меньшинство Ну не знаю Обдавём какую-то тему Например, модную Там тоже они Были уже Там про гомосексуализм Ой, гомосексуализм Везде гомосексуалисты Прямо страшное дело Статистика Что в Древней Греции Что в Древнем Риме Что в Средневековье 5, максимум 7% И никогда не было больше И ничего не повлияло На это там Фашисты Поубивали всех гомосексуалистов Война закончилась И эти 5% снова восстановились А кстати, вот ты только что говорил Да-да-да Артур И в Древней Греции Где была даже культура гомосексуализма Где армии собирались Из гомосексуальных солдат Те же 5-7% Ничего это Ну они Ярко, конечно, на парад вышли Такие Кажется, что их прямо все вокруг Это всего лишь там Доля процента То же самое здесь Если, конечно, какие-то люди Ведут себя Реагируют на стресс Более ярко Может показаться, что все так Но это очень небольшой процент людей На самом деле В основном люди Прекрасно справляются с этим стрессом Какие успокаивающие Приятные слова Я предлагаю Ну вот, к сожалению Наш эфир подходит к концу Говорили бы и говорили Огромное тебе спасибо За очень подробное объяснение Можешь, пожалуйста, напоследок Какое-нибудь такое вот пожелание Ну вот, не знаю Мы хорошо заканчиваем На такой ноте Что давайте приспосабливаться И все равно нас Людей, сохраняющих спокойствие, много Спокойствие Творчество Безусловно Оптимистический взгляд на жизнь Это очень важно Потому что оно связано С иммунной системой И просто с качеством жизни Даже когда ничего нет Можно радоваться Жизнь в самых маленьких мелочах Это очень важно Но, наверное, я так закончу С словами Заря Соломона Все пройдет И это тоже пройдет Спасибо, Артур Спасибо большое Мы обязательно тебя встретим И поговорим еще о чем-нибудь Очень интересном и актуальном Большое тебе спасибо Спасибо большое Всего доброго Ну что же, спасибо большое Да, ну что, Олег Приятно разговаривать с такими гостями Как-то так и внутренне успокаиваешься И понимаешь, что Да, вирус, конечно Да, ужас, ужас Ну не ужас, ужас, ужас Ну не так все страшно На самом-то деле Да, переживем Прорвемся Да, ну и Да, тут нам правда напишут Соломон не наш царь Ну ладно, мы всех любим Мы любвеобильны Мы журнал люблю Мы за любовь